Добрый день, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наши прослойки, продолжаем наш экскурс по лингвистике расхожих еврейских слов. Парноса. Как много в этом звуке для сердца нашего сбылось, как много в нем отозвалось. Значение этого слова, это слово само проникает во все аспекты нашего сознания. Сколько молитв, камей, сгулот, книг, лекций было опубликовано на эту тему. Это одно из самых искренних, чувствительных вещей нашей молитвы на Йом-Кипур. Самое искреннее ОМЕН получает молитва, которая говорит о вратах Парносы. Давайте заглянем в это расхожее слово и посмотрим, что оно означает. В принципе, значение этого слова, скорее всего, известно всем. Именно поэтому оно так и близко. Это заработок, содержание, пропитание, финансовая поддержка, средства к существованию. Интересно, что в Талмуде Масахет Ктубот это также означает приданное для девушки. Есть другое слово Парнас, что, в принципе, скорее всего, предшествует слову Парнаса. И в книге, оно не встречается в Танахе, но в переводе на арамейский язык, книг пророков, два раза встречается. Это слово в книге Шаяу, оно означает заведующий хранилищами царского дворца, завскладом такого своего рода царским. В книге Захария это означает лидеры Барнасия, это те, которые должны были заботиться и поддерживать еврейский народ. Откуда же происходит это слово? Наверное, многие русскоязычные слушатели, зрители знают Парнас, путь к Парнасу, ступень к Парнасу, и думают, что эти слова в действительности как-то связаны. Нет, дорогие друзья, греческая гора, точнее, цепь гор, расположенная где-то вот здесь, и вот ее вид с высоты птичьего полета или вертолета, не имеет ничего общего с еврейским словом Парнас или Парнаса. По преданию греков, эта гора была посвящена Аполлону и Дионисию, и там проживали девять мус, покровительниц и вдохновительниц искусства. Поскольку, как говорится, все не могли на эту гору приходить, в итоге человечество изобрело другое обиталище для этих мус. Мы его сегодня называем музеон или по-простому музей. При этом Парнаса или Парнас в действительности происходит от чего-то другого. Бен-Яуда, известный еврейский лингвист, считал, что оно происходит от греческого слова фронис, что означает мысль. То есть Парнас – это мыслящий человек. Довольно неплохое объяснение. Он также предлагал другое латинское название – pensum. Слово, знакомое нам по слову pensia, что означает на латинском оплата. Единственное, что буквы «р» нету, и поэтому надо для этого добавить букву «р» по Бен-Яуда куда-то сюда, и тогда получится что-то похожее на парнасум или пернасум. Ястров в своей книге пишет, что это приданное, приданное на иврите-талмудическом паран. Опять происходит от греческого «френе», что означает то, что жена приносит в семью. Ну, опять, нам здесь не хватает буквы «самых», чтобы это слово хоть как-то, например, становилось «парнасом» или «парнаса». Клайн в своем словаре иврита считает, что не уверен, откуда происходит это слово. Говорит, что, возможно, оно происходит от слова «прас», что, в принципе, тоже греческое слово. На греческом «парс» это то же самое, что на латинском и на английском «part», «часть», дословно. Но опять, чтобы превратить ее в «парнас», нужно вставить букву «нун», вот здесь, которой нет. То есть, каждая из этих этимологий очень интересная, но в нем всегда отсутствует какая-то из букв, что делает эти этимологии не совсем удачными. Беньямин Мусофия, еврей из Гамбурга или Амстердама, скорее всего, извините, Амстердама, 17 века, Каут, лингвист из Германии или Гугенхаймер, наш современник и мой дорогой любимый учитель блаженной памяти, считают, что это слово происходит от греческого слова «пронос», где «про» это «перед», «вперед», а «нос» это «разум», «мысль», «здравый смысл», «намерение» и «рассудительность». Получается тогда «парнас» это тот, кто думает о будущем, мыслящий о завтрашнем дне. Интересно, что на латинском языке «содержать кого-то» или «поддерживать финансово кого-то» будет означать «про видере», что дословно тоже означает «смотреть вперед». «Вперед» имеется в виду «в будущее». От этого слова происходит английское слово «to provide». Опять те же составные части «про», «вперед», «виде», «смотреть», «обращать внимание на будущее», которое на иврит переводится «le farnes» или «содержать». Вот такой вот интересный экскурс в этимологию нашего самого любимого слова. Мораль из этой прослойки, английское выражение «tomorrow starts now», «завтра» начинается «сейчас». «Think about tomorrow today». Задумайтесь о завтрашнем дне уже сегодня. Может быть, в добавлении к сгулот, камеям, молитвам и очень искренним оменам человеку также стоит периодически думать, заботиться и производить какие-то необходимые действия о своем завтрашнем дне, а также о завтрашнем дне всех людей, веренных ему. Может быть, тогда он по-настоящему будет парнас. И чтобы не получилось, как в анекдоте про того студента Ешивы, который очень хотел жениться, но не знал, как это сделать. И вместо того, чтобы ходить на встречу и на свидание с девушками, с девушкой, он проводил все время в Ешиве и изучал абсолютно всю литературу, которая говорила о важности своевременной женитьбы. Большое вам спасибо и всего наилучшего. С вами был Барух Юабов. Продолжение следует...